Иллюзий Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 14 по 16 стих. И как Моисей вознес змею в пустыню, так должно вознесено быть сыном человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. В Библии, полной Святой Библии, 77 книг. Люди, знающие Священное Писание, когда предлагается взять одну книгу, знают, какую взять. Четыре Евангелия, но Евангелие от Иоанна превыше всех. Лука много говорит то, что слышал. Сам он не ходил за Христом. А Иоанну это было открыто. И вот слово крест имело смысл только один, поперечина, четыре конца. И когда люди восставали против власти, их распинали. Вот восстание Спартака, 74-71 год до Новой Эры, в обратном порядке годы считается. Когда было разгромлено, там от Рима, там доказывают город какой, кресты стояли. Крест это только четыре. Вот, поверни, закрыть можно. Смотрите, вот такой. Это у нас сейчас вот. Мы видим такой крест, даже в Барнауле, там у баптистов, у других так ставят. Католики так ставят. А откуда он, если корешник взялся? Ну, надпись была. А в того, якобы для ноги, не было этого ничего. Ну как, я православный, еще раз говорю. Это они на погибель, на спасение не повлияют, поэтому принимают. Самый большой псалом в Священном Писании. 118-й у Давида. 176 стихов. И он говорит, закон твой люблю. Постоянно об этом говорит. Заповеди твои исцеляют. И все это под каждым словом, где заповеди, уставы, слово. Это все слово Библия стоит. 176 стихов. А слово Библия, если заменить все, 185 раз. То есть это гимн высочайшей настроенности духовной. К слову Божию и ко Христу. Много имен Господа, и все они прекрасные. Но слово Твое превыше имен. Апостол Павел пишет, зная о чем. Вот посмотрим, сколько сегодня Христов. Вот обвинитесь вокруг. Даже у нас сейчас в Храме. Вот самое большое изображение иконы. Вот изображение Иисуса Христа. Конечно, все это, никакого черепа там не было. Ну и проще. Почему в 118-м салме, в 113-й стих, Давид говорит. В вымысле человечески ненавижу, а закон твой люблю. Не просто, ну, вымысла, да я не буду их трогать, ненавижу. А ненавижу я принимаю какие-то меры, чтобы их не было. Вот задумайтесь. Одно предложение. Заучить наизусть нетрудно. В 118-м салме, в 113-й стих. У нас все на вымыслах. Куда ни глянь, одни вымыслах. Хотите знать? А посмотрите. Подъезжаете к какому-то селу большому, крест стоит, крестопоклонный называется. И что там? Ничего нету. Вот когда это там, пусть и рай, пакости делали, в храме Христа Спасителя плясали. Ну, их там совершенно неправильно с ними поступили. Надо было объявить о свернении храма и молиться всей стране. И патриарх с народом помолился. Это посложнее военной операции было бы собрать народ. А это что, казаков, они поймали, давай нагайками дали срок, освободились. А теперь вали кресты, спасай Россию. В одних трусиках пила веревками тянут, кресты один за другим падают. Всяй стране объявили бойкот. Вот куда ни глянешь, и везде все это... Вот у нас крест сейчас где-то, посмотрите. Вот даже здесь вот крест. Он все время навален на левую сторону. Я сколько раз батюшке говорю, ну, обернитесь, гляньте. Почему? Сравнить-то легко. Вот оно, под Аноноем крест и даже поперечина изогнутая. А это важно? Это очень важно. В Ветхом Завете, вот считаем мы, случай был, когда Израиль вышел из Египта. И в пустыне змеи... Ну, я вот спать, кто со змеями был, когда в одной комнате спать? Это ужасно. Вот мы пасли когда-то с отцом. Только в один год отец убил 76 гадюк. Сегодня ни одной нету. Только мы прилегли, под нами шебуршица скачил гадюк. Смертельный укус. И вот там такая была напасть. Шатры. Шатер. Ведь это же не здание какое-то там на этаже, там закрылся, да запясть она не пройдет. А обыкновенная палатка. И здесь умудрились говорить. А вот помазать надо было косяки и перекладину. Косяки. Вверху перекладину. Православное добавляет. И порог. Да не было порога, во-первых. А во-вторых, не сказано. Это чтобы создать крест. Ну зачем? Богу не нужны наши выдумки. Это вымысли человеческие. Я ненавижу их. Не было этого. Теперь Моисеев ударил жезлом христаобразно. Где видели, что христаобразно? Ну нет этого ничего писали. В Библии этого нет. И с Моисеем никто не был. Это 1600 года Рождества Христова. А показать, что уже было это признаменование. Да, было. Но вот оно и показано, где было. И Моисей что сделал? Змей медный. Змей жарили. Теперь медный змей. Его повесили. Как они его там повесили? Ну изобразили якобы крест. И на кресте. Тут еще можно поверить. И что? А вот теперь самое главное. У Кушаного никакое лекарство не спасает. Но его опрокидывали. Ну взгляни, взгляни. Он смотрит. Видишь, вижу. И сразу вставал за рогой. И всякий, кто взглянет, будет здрав. Вот аптека. Вот Министерство здравоохранения. И это так было. Вот так надлежит быть вознесено Сыну Человеческому на каждом отелье крестик. Я спрашиваю, а крестик с какими? Не просто крестик, вот как он должен быть? Смотрите, ровная. Поперечина одинаковой толщины. Нет в конце набалдажники какие-то накрученные. Я посмотрел в Барнауле. Там один храм был, Покровский собор. Восемнадцать окончаний. Окончания. А на кресте еще кресты. Ну, на каждой поперечине еще кресты. А на тех еще. И там не видно кучи железа. Притом из железа это сделано. Вот приезжают архиереи, священники. Мы их видим. Креста нормального нарезия ни одного нет. Только у нашего батюшки. Ему хорошая была такая глухонемая сестра, Светлана. И она крест этот свела, который, если это пришила, сделала. Вот четырехконечный, ровный. Никакое какое-то такое изображение, как звезда, там, пятиконечная, масонская, шестиконечная иудейская, не искажается. Ровные края. Только дьявол покушается на крест. Вот посмотрите на свои кресты, где дома. Вот старообрядцы, они этого не допускают. Ну, не на одном месте, как было когда-то. У них ровный, но тоже восьмиконечный крест. А что, не влияет? Влияет. Влияет на все. И мы, парвославные, будем сохранять и видеть это, как исполняется. Апостол Павел говорит, я пришел к вам. И что, решил, как быть не знающим ничего, кроме Христа. И притом распятого. Слово о кресте для погибающих есть уродство. То есть, безумие. Первые христиане, когда стали говорить, вот в кого верят. А язычники верят, там, в боги, как они бьются, побеждают. Марс, Венера, Юпитер, Аскрипи, Зевс. А это плотников, сын. Он себя не мог защитить? Не мог, мог. Ну, а как докажут, что мог? Ну, распяли, вы признаете? Да. Нам вот причащаетесь. Вы говорите, что это кровь, кровь. Вот и все. Мы же людоеды. И этим буквально тысячи людей отвергали. Христиане от своего не отступили. Да. Он умер. Это предсказано было. В пророках. И он умер за грех каждого человека. И мы должны видеть в кресте не просто поперечером, а на нем изображенного. Я спрашивал неоднократно людей. Я крестик. Я говорю, кто на нем изображен? Не знаю. Или еще что-нибудь скажет. Спаситель мира. Мы проповедуем Христа и притом распятого, воскресшего. Вот здесь посмотрите еще, где у нас кресты бывают. Как? Вот эти кресты нормальные. Все. А на визах с такими вот суширениями. Мало того, бывает, сходятся узкие стороны, а потом шире. Это мастонский знак. Ну нельзя же таким быть. Ну мастонский знак. Это сатанисты. У нас лепят его где угодно. Это никуда не годится. Они признают это специально, сделали, чтобы отвечали. А наш крест берут они? Нет, не берут. А крест везде. На могиле крест, на храме крест. Батюшка вот кадилом кадил, посмотрите, он тоже старается креста обраны. Да им даже пустить, это его крестообразно. Крест, это когда он руку опускает в воду, изгнание нечистой силы из воды. Молитва Яна Златоуса считается. Крест изображается на дом, постановление надо. Но надо знать пределы. Крест стоит прямо. Сделал на голове его, на голове. Кланяется, крест опрокидывает каждый раз. Ну, я не прошу были, чтобы все академиками, профессорами опоздали. Ну маленько-то, можно соображать. Постановление есть канона, чтобы на крест изображенный, на земле не изображать и не наступать. Я приехал к Игумину в гости, к Кириллу. Гляжу, под ногами кресты, изображение. Топчутся люди, кресты. Я вышел, гляжу, на кладбище. А на кладбище делали сверху плиты, кресты. А теперь это положили, щегуна, да так красиво. Ну топчете. Что там было, как они убирали, как спиливали сразу. И на стоятие, если все они видят. За этим смотреть надо. Сегодня придумали поругание как? На обуви, на подошве крест. Идет человек и кресты отпечатает. А другой, зачем? Ну один из артистов негодных, мы показали, не где-то, у Кремля рядом. Крест, он на крест забрался, крест повален, и он на весь мир оторвошелся. Это безумие, и мы должны предупредить, без наказания Господь не оставит. Это главное оружие против дьявола. Вот мы сказали, Иисус Христос, я скажу, Спаситель помазанный, даже не других никто. Спаситель, еврейское слово Иешуа. Иисус. А почему Иисус? Мы от греков приняли это, а у греков буквы шея вообще нету. Нету ни в алфавите, ни в разговоре. Такой язык. Если бы мы прямо приняли от евреев веру, мы бы сейчас читали молитву, называя Иешуа. Вот в Иерусалиме нету, в Иерусалиме, в Рушалай. Вот с суббота у них шаббат. Это еврейские имена у них буквы шея везде, а у греков ни одной нету. Ну а мы приняли, ну я не буду молиться, как вот мне, мы уже с детства знаем, что Иисус это. Но присмотреться можно. И вот в Ветхом Завете, какие пророчества были, мы показали. И то так это даже совсем непонятно. А относительно помазания крови совсем выдманное. Ну нету, написано. Помашь, косяки, перекладину. Все непонятно. Не прибавляй к словам его Господь говорит, дабы я не поразил тебя. Как мы не боимся Бога-то? А куда попал крест? А вот здесь определенный, говорится. Всякие, кто добавит что-то, будут все язвы на нем. А кто отнимет что-то от Слова Божия? Психа 28,9 притча прямо говорит. Кто отвергает ухо свое от слышания Слова Господня, того молитва мерзость. Мерзость – это отвратительность, смотрительность. Это наша молитва может быть. Говоря о сегодняшнем дне, что описывают как. Царица Елена – это мать Константина, который христианскую религию оберил господствующей, победил всех противников, который видел на небе знамение Креста. И они сразу изобразили на знаменах и пошли воевать. Ну, кто сказал? Знамение-то означает именем Иисуса Христа. Говори, вспоминай имя Его. А изобразить и делать крестовые походы, вы знаете, как католики собирали, ищи, что отвоевывать гроб Господень. Это военная операция в то время была. И это не просто так. Это под Региной благословение, это Богу угодно. И было ни один, ни два, 11 крестовых походов. И спрашивается, ну а что в конце концов? Потеряли все. Ну а чему научились? В первую очередь научились мыть руки перед обедом. И второе – арбуз оттуда появился. Все. 11 крестовых походов. Если такой интеллект какой-то накладывал папа, прогнялся на какую-то местность, запрещалось совершать литурги и причащать людей. Но кто идет воевать, тому можно, как сегодня. Многое ему прощается. Сегодня объявили чуть ли не все тюрьмы, которые сильно хотят. Выходит война. Все-таки лучше, чем в тюрьме сидеть. Эта война была такая уже? Заключен. Но окончилась война, а некоторые стали героями. А срок не досидели, все равно тюрьму посадили. А там их уже ждут. Это ну безумие полное. Защищают родину. Ну заслужил, кровь пролил человек. Я говорю, чтобы вы узнали, о чем молиться. Нам есть о чем молиться. Если сегодня об этом говорят, на нас смотрят сыскоса все. Только что выступил патриарх и сказал, которые идут воевать. Всего идет, куда сейчас этот. Подписка буквально идет. Кое-кого из наших знакомых уже взяли. Взять должны где-то, они говорят, 300 тысяч. Которые служили уже в армии раньше были. Вот это вот. Такой вопрос стоит. Где эти люди будут? И патриарх наступает и говорит, и те, которые сейчас воюют, они будут в Царстве Небесном. Это нам никто, ни один враг этого не придумает. Они идут убивать. Это канон говорит. Если был на войне, вернулся оттуда, и на два года отлучается от причастия. Это такие слабенькие правила. А если так убил, вот меня сегодня не призвали, я убил. 18 лет как до причастия не допускают. А когда нас куча собрали всех, каждую винтовку кидали, а теперь убил только два года. И все, но мало того еще и знаком будешь с начальством своим. Мы сейчас рассуждаем, что же сделала Елена. Она сделала то, что, может, никто не догадался бы до нее сделать. Археологические раскопки, найти крест. Это говорит о слабости веры. Где Господь повелевал искать? Что вы ищете живого среди мертвых? Тем более крест. А дальше уже тут все идет. Я житья насчитывал, знаю как. И в это время там кладбище хоронили. Тут раскопали три креста. А там не три. Там массовые захоронения. Но именно три. И вот, ну, 300-то лет прошло. Мы вот строили, начинали. Это 300 лет назад. Это все уже сгнило. А это южная страна, где ливни идут. И за 300 лет кресты остались. Ну, чуть-чуть, маленько, посоображать, зачем это вымыслы человеческие ненавижу. Покойника везут. Положили один крест, другой. А третий положили. И он встал. И тогда народ Господи помилует. А он его поднимал, воздвиг. Поднял. Вознес. Это слово вознес 128 раз. Встречается во всей Библии. Допустим так. Но празднователь установлено, было не из-за этого. За то, что храм, который Елена строила, царское величество, там из-за этого золота можно построить. В этот день открыли храм, освящение. Никак не связано с воздвижением. Это праздник просто. Да и праздник какой. Ну, а как вот говорят, вы считаете? Я считаю, очень нужный. Мы привыкли так говорить эти слова. Ну, умер Христос. Пятисто напоминает. Пятисто Христос распял. Ну, и пятисто для нас как четверг. Ну, может там, в еде маленькая разница. А тут отдельный день, чтобы мы задумались об этом. Сегодняшний день прославления жертвы Христа. Он умер за нас и кровь свою пролил. Страдали на кресте. Меня Он искупил. 27 сентября 1962 году, ровно 30 лет назад, в 17.00, по-нашему, это 9 вечера, я впервые в руках жал в Новый Завет. Впервые считал евангельские слова. Сегодня исполняется ровно 60 лет. Я прошел с Евангелем, со Святой Библией, в руках, в сердце, в голове. Ну, уж как Бог примет. Поэтому для меня сегодня особенный день воздвижения. Он возник меня. В это время я работал на корабле, сошел на берег, в кино сходить, а душа тосковала. И в это время дали мне белье, когда она думала, сегодня я выставил эти материалы, поздравления, там, из разных стран идут. Ну, Бог это делает. Я желаю, чтобы у каждого была такая встреча. Сколько я молился, когда склонились. Они дали мне читать, а хозяева Михаила Агна в другой комнате обедали. Когда зашли, а я везде искал божественное, выписывал. И тут считаю, уже пятая глава. Сначала мужик родил мужика, а Абрам родил Исаак. Ну, уж это-то я знаю, что мужик не родился. Даже понятия никакого не было. Но когда дошел уже в Нагорное проповедь, я записываю. Записывать некогда. Я же сейчас уйду и не буду. Скорее считать начал. И вот на это меня Господь поймал. Занимался в это время разными языками, а они пятьдесятники. И сразу в второй главе Деяния апостола. Как? Не изучая языка, до этого быть не может. У меня в школе не было языка. В Котчине учился. Не было учителя. Но немецкий язык, первые слова показали. Через шесть месяцев я уже разговаривал по-немецки и говорил проповедь по-немецки. Английский занимался, французский, испанский. Я и не знал, что мне Бог это уже открыл. И на это меня поймал. Когда склонились молиться, вот тут Господь совершил свое счет. дадал духовное рождение и крещение Духом Святым. Жить для Бога. Притом Христа распятого. И Слово о Кресте для неверующих юродства. Для нас слава, сила. И поэтому на кладбище, когда умирает человек, специальный крестик кладут. Я прошу мой новый завет положить, заноминировать. Вот мы видим, где, когда священника помазали, помазание при крещении идет. Ну, людям-то рассказать надо. Что делать, я знаю. Вот запоминают только волос, когда отстребут, на воск накатают. Ну, что там? И батюшка воду бросает. Если утонул, значит, скоро умрет. То есть на все, на все предрассудки. А что нужно знать? Что Бог есть любовь. И Он умер за нас. И в Библии самая главная книга, а не все божественная, Евангелие от Иоанна. И самая главная, глава третья. И самый главный стих шестнадцатый. Три шестнадцать. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всяким верующим в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Я когда встречаюсь с немцами, я говорю, вы немецкий язык хорошо знаете, но уже мы в Германии говорим, но я говорю, но я говорю, не могут перевести. Слово единородное в обыкновенном-то нету. По-английски, на всех языках. И это проверка, знаем ли Священное Писание или нет. Мои знания мизерные, но они достаточно для того, чтобы прочитать Библию на этих языках. Я считал, сравнивал по-русски, одинаково. Но русский перевод, конечно, мне дороже всего. И поэтому, говоря сегодня о воздвижении, применим к себе. Мою душу Господь посетил, мою душу Он окрестил, кровью Свою окропил меня, или меня мир все еще тянет. И как из дома вывелся, и не знает, куда бежать, вот как теленок какой. Если тебя Бог избрал, ты не забывай. Он всегда с тобою ангел посылает. Вот вчера у нас был суд, и все снято. Мировое соглашение и проще. Рассказывать долго, много, но скажу одно, к одному как-то так подошло. Пришлось познакомиться с людьми, судья, прокурор, книги, новые люди появились, и поэтому это Бог попускает. Я сказал только, а там некогда было говорить, другие дела, что нам поношение, там ложь облыженная, вреда не делает. Этого люди плетут тебе венец. Блаженные, когда будет знание вам, будут поносить, засловить, радуйтесь, веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Я разговаривал когда с сектантами, я говорил, вот скажите, 24 глава Матфея, и что? Явится знамение, знамение Сына Человеческого, а у них креста нету, явно нарисованного. Сейчас, правда, они крестик уже у своих преседеров сделали крестик, и на молитвенном доме крестик. Ну, вы верите, что от этого что-то есть? Теперь стали говорить, да, это напоминает, видим, что я христианин, то другое. Наши братья, которые уже взяты туда, они могут сегодня скрыться за Христом. Я каждый раз, каждый год говорил, сейчас наше правительство, российское, разрешает служить в армии на альтернативной основе, не принимая присяги, не надевая одежду. Ну, слушай, полтора года, тебе скажут, два с половиной. И без оружия, ты будешь за больными, это ухаживать, душу не запитнаешь кровью. Мало кто пошел, на которые не взяли, с ними беседу, слышу, уже теперь взяли. А теперь подучат, и они пойдут. А оттуда, сегодня называют цифры, я уж не буду страшно говорить, сколько за это время погибло людей. Говорят так, это, ну, верить, как правительство, которое говорит, одна цифра другая. Как Солженицын говорит, когда допрашивали, и сказали, ну, ты же патреон, ну, ты смотри, готовит кто-то побег, он говорит, я не могу. Почему? Я христианином стал. Какой ты христианин? Ну, он капитан был. Он говорит, я впервые спрятался за Христа. Поэтому родным и близким, скажите, нужно это сделать, до военных действий, за полгода было. И они начинают уговаривать, священник рядом сидит, вот так все уже обдумано. И сразу, а Сергей Радонежский, вот, Пересвета, Аслябе послал, давайте, Пересветы, Аслябе, кто они были когда-то? Ну, наверное, а потом, потом все себя сняли, стали монахом, и так. А Сергей Радонежский теперь надел военную. В Библии, я говорю, в канонах есть правило, Сергея сразу будет предавать Анафеме. Анафеме, для него ни других законов нету, для патриархов. А они пошли, и погибли, а остальное все это накрутки наши. Поэтому, если мы верим в воздвижение, что оно необходимо напоминание, какую жертву он нас искупил, как дорого нам он спасение купил, пойдем перед ним. Узнав великую тайну спасения во Христе, понесем ее всем людям. И напомним, что вот это воздвижение, вот крестики, там, нафтоаптечки, там, ну, везде, куда ни гнил, везде. Ну, даже у тебя одежда, поперечина. Ну, не надо этого бояться, или что. Ну, крестики везде, посмотрите на раму, крестик. Вот приехал тут наша сестра архимандрит, и в раковине стал мыться, а там, где вода стекает, чтобы туда много не попадало, там креста были. Они слова не говорят, зал выломал, а у нее теперь засоряется, засоряется. Ну, что же он так? А его и нет, он умер. А, все это помнится. Не надо бояться, но надо подсказать и по возможности убрать, чтобы не было поругания над животворящим, счастливым крестом, которым дьявол разбит. Трезубец, ну, как вилы, три рожка. Дьявол поразил рост человеческий. Какое? Дева Ева подошла к древу, водами все умирают. Иисус вырвал этот джезл, эти вилы, трезубец, а на нем еще зубцы, и ударил сатану. Дева Мария, Дева, древо крест животворящий, смерть Христа, Дева, древо, смерть. Ну, и вот все. на сегодняшний день нам достаточно знать то, что там, огородит священное Писание. Есть такой праздник, пост, у нас решается растительное масло, там, во сколько. Но, если попадает на воскресенье, не знаю, нигде не высчитал. В воскресный день поста нету. Значит, какое-то облегчение, и, видимо, те, кто устанавливали поста, так же не смогли сделать. Воскресный день не делается, ну, до шести вечера, земные поклоны. И в то же время день постный. То есть, два. У евреев такое было, что день в субботе строжайше соблюдать. И на восьмой день рожденный младенец строжайше должен быть обрезан. А как теперь попало на субботу? Восьмой день женщине же не прикажутся, что я рождаю там за шесть, за восемь. А в восемь до нее прошу. И об этом золотовоз говорит. И дрова рада, и воду, потому что надо мыть, там кровь. Субботы нарушаются, однако они, говорят, делаются невинно. То есть, из двух все-таки предпочтение отдается соблюсти, обрезание. То есть, крещение для нас. Это учить, чтобы полюбили людей Господа, а не просто деньги заплатили. Если деньги платят, крещение не действительно запомнить. Это симония страшный грех. И людям говорите это. Научить, чтобы они приняли Христа, его жертву. Но самая большая любовь, какая на земле? Превосходящее всяческое разумение. Павел говорит, познайте, что такое высота, глубина, широта, и долгота. Никогда не догадаюсь. Он говорит, высота любви Божией по кресту, как по лестнице всходим, умер на кресте. Глубина такая, что дошел, да, да, отразрушил на кресте. Ширина такая, что всего мира Христос обнимает людей. Придите ко мне все труждающиеся в ремью, но я успокою вас. А долгота входит в долгую, никогда не прекращающуюся жизнь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Боже, будь милость.